Пушкинская порода курортов. Во многих фермерских и личных подсобных хозяйствах занимается птицеводством. Птицефермы в основном предлагают распространенные породы. Родонит или горный доминанта сейчас можно встретить практически в каждом хозяйстве. Это яичные породы икросы. Мясные качества такой птицы на низком уровне. Для небольших хозяйств больше подходят яично-мясные породы. Одной из таких является пушкинская. История породы. Эту породу можно назвать гордостью российских селекционеров. Занимались выведением два НИ. Первый находится в Ленинградской области в Г. Пушкин. Отсюда и название второй – в Московской области, в городе Сергий Фасад. Работа над породой началась в 70-х годах прошлого столетия. Через 20 лет генофонд был закреплен и официально ее зарегистрировали в 2007 году. Советским, а в дальнейшем российским селекционерам Академии НАУ понадобилось более 30 лет кропотливой работы. Это первая порода, выведенная в современной России. Основой послужили куры Австралорб с петухами Легорн путем водного склещивания с московской белой породой, куру с петухами гибридов Кросса Бройлер-6. Кросс добавили для попытки увеличить живую массу птицей, но больше это повлияло на вкусовые качества. Мясо стало нежным, товарный вид ушки улучшился. Селекционеры отмечают, что вводилась она для содержания именно во дворьях и ЛПХ. Пушкинская порода кур имеет две разновидности, отличаются по гребню розовидной и листовидной. Причем у птицы с листовидным гребнем лапки немного желтее. Куры породы пушкинская в курятнике. Пушкинские куры – описание породы. Пушкинские куры имеют крупный корпус на высоких лапах. Хвост поставлен вертикально. По селекции оперения у курицы серо-полосатые, у петуха белые с темными кончиками, маховые, а также рулевые перья белого цвета. У петухов небольшая удлиненная голова, глаза оранжевого цвета выпуклые. Спина сужается, хвосту наклон более 30. Гребень розовидный, в форме розочки или листовидный. Клюв средней длины круто загнут вниз. Мочки белорозовые, лицо красное, сережки тоже красные, округлые, довольно длинные. Грудь и живот широкие, хорошо развиты. Пушкинская курица по экстерьеру такая же. Крылья слегка приспущены и прижаты и плотны и более горизонтально поставлены. Обратите внимание, стоит отметить высокую сохранность поголовья. Показатели у молодняка 96%, у взрослого поголовья 97%. Половая зрелость наступает с 22-24 недели. Вес яйца от годовалой птицы 61-62 грамма. Создатели породы дают следующие данные по яйцу. Оплодотворенность 90-93%, яйценоскость 190-220, рекордистки до 290 в год, вивод. Цыплята от 40-недельных кур составляет 80-85%. Окрас крылупы светло-кремовый, белый. Живая масса цыплят в 7 недель 900 тысяч грамм петушки до 800 грамм курочки. Средние показатели по весу взрослого поголовья курицы 1,9-2,1 килограмма. И петухи 2,5-2,7 килограмм. Содержание и уход. Порода выведена специально для мелких ферм, личных, подворных и приусадебных хозяйств. Отличается неприхотливостью. Если фермер проживает в северных, в северо-восточных районах страны, лучше приобретать куритерских с розовидным гребнем для южных областей с листовидным, московских. Пушкинская хорошо переносит холод и при соответствующих условиях содержания и кормления продолжает нестись даже зимой. Перед покупкой птицы необходимо подготовить место, где она будет содержаться до возраста 5-6 месяцев, чтобы доступ к пище и воде был постоянный. Цыплята Если в хозяйстве имеется инкубатор, можно приобрести инкубационное яйцо и получить молодняк самостоятельно. Показатели выводимости стандартные – 80-85%. Птенцы выводятся кучно на 19-20 день, обладают хорошим иммунитетом. После выведения первые сутки они не кушают, могут немного попить воды. На следующий день необходимо пропоить их витаминами. Сейчас в витоптиках продаются специальные аптечки для этого. Пушкинский цыпленок желтого цвета, на спине одной или несколько ярко выраженных темных пятен. С первых дней жизни цыплятам дают стартовый комбикорм. Важно! Добавление в рацион различных мешанок толченого яйца, тем более травы на этом этапе крайне нежелательно. С 10 дня можно начать обмешивать творог. До 21 дня цыплята пушкинской породы должны жить в брудере с постоянной температурой 25-28 градусов. Молодняк спустя 3-4 недели птицу переводят на обычный рацион. В зависимости от предпочтений фермера это могут быть пшеница, овес, ячмей, как в дробленом, так и в цельном виде, различная мелко. Нарубленная зелень, корнеплоды, яблоки. В меню должны присутствовать дробленая ракушка, мел и костная мука. Любой новый вид корма вводят в рацион осторожно, небольшими порциями. После месяца содержания желательно отделить курочек от петушков. Определить их легко по окрасу. 5-6 месяцев лишних петушков отбраковывают. На племя оставляются лучшие по весу и по родным качествам экземпляры в расчете час 12 минут минус 15 курицам. К основному стаду их добавляют после 6 месяцев со дня рождения. Важно, раньше выпускать петушков курам не рекомендуется. Это может привести к ранней яйценоскости у молодок, что нежелательно, так как их яйцевод еще слабо развит. С конца августа, начало сентября световой день курятники искусственно увеличивается по 15 минут ежедневно до 17 часов в сутки. Сделать это можно с помощью специальных таймеров, которые продаются в любом магазине электротоваров. Нестись молотки начинают в 5,5-6, в некоторых случаях 8-9 месяцев. На это влияют полнорационное кормление, световой день и условия содержания. Взрослая птица есть два способа содержания птицы – безвыгульно-клеточная, с выгулом. В первом случае размеры клетки индивидуальны, так сказать, по месту из расчета 4 головы на 1 квадратный метр. В клетках желательно организовать ниппельное паение и постоянный доступ к корму. Пол клетки делается с уклоном для отката яиц. Высота не менее 70 сантиметров. Носесть необязателен. При выгульном содержании желательно сделать вольер в два раза больше закрытого помещения. Выгул нужно огородить сеткой 25 умножить на 25 или 25 умножить на 50 и накрыть крышей. Это делается для того, чтобы уберечь поголовье от хищников и птиц, особенно воробьев. Кормушки и паилки должны стоять как в выгульном помещении, так и в закрытом. Гнезда можно сколотить из подручного материала. Главное – установить их в темном сухом месте. Курица-пеструшка любит такие места. Носесты необходимо делать на одном уровне, высотой от 60 сантиметров. Пушкинская порода кур – взрослая курица. Рацион взрослой птицы стоит ограничить. Доступ к корму должен быть уже не постоянный, а дозированный. Кормление должно быть трехразовое. Утром 25%, в обед 25% и вечером 50% от суточного рациона. На курицу несушку в сутки рассчитывают до 120-130 грамм комбикорма. Утром и вечером днем следует кормить зеленью, корнеплодами и кухонными отходами. Для петухов норма чуть ниже – до 100 грамм. Вообще курицы всеядны. Просто некоторые корма, например крупная зелень и т.д., необходимо размельчать. Для этого стоит приобрести в хозяйство корма измельчитель. Плюсы и минусы. Порода отличается выносливостью и неприхотливостью. При правильном содержании не несется даже в мороз. После забоя тушка имеет оварный вид. Яйценоскость сохраняется на протяжении 3-4 лет. Обратите внимание, если птицы в хозяйстве мало, курицы будут страдать от половой активности петухов, а это минимум снижения яйценоскости. Недостатки пестрой курицы несушки. Пугливость утерянный инстинкт высиживания. Птицы этой породы выгодны для разведения во дворных хозяйствах на территории всей страны. Высокая яйценоскость и хороший выход ушки позволяет организовать неплохой бизнес. В последнее время пушкинские цыплята пользуются популярностью, а значит продать их не составит никакого труда. Для организации бизнеса потребуется совсем немного корма измельчителя, инкубатор, вольеры или клетки и поголовье.